добрый вечер дорогие друзья дайте мне обратную связь как не слышно ясно спасибо я заранее уже поблагодарю олега сошникова который помогает сегодня здесь на площадке надеемся что мирополис будет вести себя прилично естественно мы сами начинаем наш вебинар я начну с вопросов олег уже запись пустил спасибо вот и начну с вопросов значит смотрите коллеги есть вопросы они важны для всех они повторяются но скажем так повторение это мать учения и становится все яснее яснее где-то кому-то больше кому-то зацепиться человек задают вопрос как оформить право наследования моих акций которые я имею своем портфеле надо ли делать завещание вся вся суть том это вопрос из польши вся суть том что у человека как бы он очень четко видел и видит проинвестировав поддержал проект что этим самым создал капитализировал свои инвестиции пока только в ценные бумаги через них сам транспорт но важно то что это так называемый пассивный доход для своих внуков вот и значит он спрашивает что же лучше делать чтобы мне спокойно жить и доживать свои дни сколько мне выделено и дальше чтобы внучке или внуку было бы точно также поддержка какая-то вот да естественно лучше сделать в таких случаях лучше сделать завещание вот и там все четко обозначить это сократит несколько процесс вступления в права вот ну и скажем так там будет все значительно проще причем завещание должно быть не по стоимости номинальной стоимости а абсолютно значит символическое почему символическое потому что это не акции не находятся в открытом доступе и в связи с этим естественно ну как бы мы сегодня не обязаны декларировать а время покажет какова будет их стоимость это почему это важно это важно потому еще для людей что этим самым сокращается ну как бы с взимания гос налогов и пошлин нотариальных пошлин поэтому он по как бы по наследованию это очень важный такой момент вот затем есть вопрос я инвестор из польши дивиденды будут выплачиваться он пишет ну как у них там условия так я понял все вопросы вопросы правда на польском но угол позволяет делать все переводы с за вычетом 13 процентов налогов вот у них такое правило нас в эстонии 20 процентов где-то больше где-то меньше вот и здесь надо понимать следующий месяц это полезно всем знать что в первую очередь налоги снимает тот организация которая выплачивает дивиденды как то у нас такой организации является нас такой организации является соответственно соответственно но значит помните да у меня по он есть евразии на раскрытие систем спорта 1 2 или евразии 3 эти организации естественно будут снимать значит они зарегистрированы сегодня они зарегистрированы и находятся на бритиш вирджинии но скажем расчет дивидендов будет делаться по тому где будут зарегистрированы акции на какой на какой площадке в каком регистре международном регистре была попытка сделана зарегистрировать на кипре на кипре значит там нулевой был длительное время нулевой процент и это значило что что это значило это значило что компания евразии на российском с холдинг выплачивая дивиденды выплачивает всю сумму акционер и уже задача акционера разницу а здесь разница 0 и то что у него в государстве данном случае с польши ему надо заплатить было бы 13 процентов если же это допустим есть страны где регистры находятся они 5 процентов взимает больше 13 тогда с 13 отнимается 5 и человек платит 8 процентов в своем государстве понятно логика да в данном случае но есть разные другие варианты так что когда мы будем ближе подойдем к дивидендам тогда можно будет говорить о дивидендах о дивидендах как правильнее это все дело организовать причем очень важно дорогие друзья то что скорее всего я сегодня полагаю что переход на скажем на skyway global токен он позволит я уже говорил об этом я не акцептирую на этом по определенным причинам особо внимания он позволит использование токена осуществлять заморачивали не облагаемым налогом и на совести каждого человека я повторяю на совести каждого человека какой бы стране он ни жил останется то сколько он будет готов декларировать сумму какую для изымания и внесения добровольного государства ибо находясь государстве человек получает социальные блага и естественно его задача или его скажем ну долг даже перед государством перед подрастающими поколениями определенные суммы выплачивать в государственный бюджет но это так лирическое отступление и третий вопрос был сегодня он запиши бы пожелание это пожалуйста сделайте чтобы вебинар транслировался сразу на нескольких площадках можно сразу на youtube ну конечно можно это не сделать у нас шла какое-то время трансляция через в трансляция в контактах и по моему где-то там еще я думаю так что в ближайшее время мы это сможем снова восстановить но в ближайшее время потому что требует 3 технических и других ресурсов новых затрат тем более что готовится система обучения но не система скажем так ресурс обучения по для того чтобы идти дальше завершить благополучно тринадцатый четырнадцатый пятнадцатого этапа тут осталось совсем немного скорее всего говорит мне мое чувство определенное и те та информация которая поступает из разных источников вот четырнадцатый этап и пятнадцатый этап как это сколько займет какое-то время будем так относиться к этому вот и обучаться дальше мы же ведь с вами помните там значит насколько у тридцать пятого до пятидесятого года дел выше крыши вот это очень важно понимать теперь сегодня хотелось бы остановиться еще раз еще раз пока мы не перейдем к определенному обучению дополнительному новому обучению потому что будем откровенны сегодня картина скажем инвестиционного рынка очень сильно изменилась по сравнению 2014 годом с пятнадцатым шестнадцатым даже семнадцатым и даже с восемнадцатым годом и это требует изменения и в самой системе как бы партнерства но в хорошем смысле этого слова обучение системе партнерства и при получении определенных вознаграждений все становится и сейчас идет подготовка становится намного выгоднее и интереснее но это требует и профессиональных навыков и профессионального знаний поэтому естественно скажем останутся вебинары но будет все-таки будет ближайшее время выстроена система обучения она будет естественно платный но она даст и возможности выхода и участие как бы разрешение участие в различных как бы использование различных пакетов быть там агентские какие-то соглашения заключать и так далее но это обо всем подробнее когда это будет подготовлено это так легкая как бы она разминка перед вебинара так всем привет так все пока нет ничего до 50 года пойдем дальше значит поэтому что сегодня актуально и важно хотелось бы еще раз остановиться на следующем дорогие друзья я где-то повторяюсь но в новом или скажем следующем аспекте сегодня важно понимать что самым актуальным является выход технологии или вывод технологии скайвей на рынок мы можем здесь раздувать щеки шевелить ушами и размахивать руками все что угодно но не дивидендов не каких-то там скажем котировок на айпио на айсио на ст его ни токенов ни другого стабильно не будет если нет вывода на рынок продукта это первично это значит что дивиденды и прочие выгоды они вторичны они происходят из того что мы выводим на рынок до блокчейн платформа да я тоже надо вывести на рынок сначала отшлифовать на своем внутреннем рынке со своим внутренним рынком для этого и был дан период до 1 июля я это так понимаю я думаю я не сильно ошибаюсь и прошу значит если кто хочет прочитайте я не уверен еще я не проверил но должен быть уже перевод по крайней мере я увидел перевод на русский язык белого белой бумаги белого листа вот описание всего так что доступ будет и вопрос в том что это очень важно что вывод и вот глобал токена скорее он тоже является очень важно от него очень многое зависит не прямо влияет но после на влияет очень существенно влиять влиять и будет влиять все больше и больше на то как выйдет и как выведет будет выведены будут акции евразии на релске систем с холдинг компаний на айпио или на международную открытую международную биржу то есть в открытый доступ вот и это очень важно естественно от значит от объема пакетов но об этом обо всем чуть немножко позже сегодня важно финансировать все что служит сертификации первую очередь и мы это делаем всеми способами и причем что очень важно то что большая часть сертификации проведена сегодня отрабатывается остались значит транспорт грузовой транспорт юнитраки это очень важная часть она будет наиболее активно вводится скорее всего как только мы готовы сами не драки пройдут все сертификационные основные процессы привязывается для нас что сегодня сертификации сертификации является то что привязывается к условиям и требованиям российской федерации сертификатов по нормативам российской федерации они очень жесткие и это дает возможности права их потом скажем привязывать к тому региону в той стране кто и тому рынку на котором будет или уже подготавливается пакет извиняюсь проект для строительства это очень важно с чем и как выходить это тоже очень важно поэтому первую очередь мы выходим с технологий во вторую очередь или же в следующую очередь а может быть и параллельно трудно сказать по очереди или нет параллельно мы выходим из самой блокчейн платформы но есть еще кое-что с технологий через пилотные проекты и через адресный проект почему разделили пилотный адресный проект адресный проект это уже скажем более-менее выяснена и как бы прошедшие определенную стадию подготовки проект более широкий а пилотный это когда апробация производится многих элементов то есть делается так называемый пробный малорисковый проект и на нем отрабатывается база для следующих проект хотя в принципе и адресный проект может таковым быть но здесь такое условное разделение с блокчейн платформы skype об этом уже говорил это внутренняя биржа в первую очередь и значит при открытии размещения и при открытые размещения по отдельным адресным проектом что такое при открытые размещения это в первую очередь скажем возможность нам внутри поучаствовать в определенными суммами определенными токенами поучаствовать или с реализацией или с получением выкупом этих токенов поучаствовать в финансировании отдельных проектов это будет сделано я больше чем уверен еще до 1 июля следующего года когда уже будет выводиться все на открыто на открытую площадку система пакета подрядных работ для формирования сети подрядчиков я об этом говорил когда мы говорили о блокчейн платформе но очень важно здесь понимать то что должна быть выработана система и каких-то франшиз франшиз или франчайзинга то есть пожалуйста берешь этот пакет тебя обучают и ты имеешь право скажем строить или устанавливать опоры отдельная опера это опоры именно анкерные опоры и различные устройства анкерные устройства на которые происходит натяжение там целый ряд интересных моментов но это надо тоже делать и с этим надо выходить и это является основой для финансов поступления финансов значит это обеспечить качество строительных работ созданием новой системы мобильных наладочных пусковой групп вот четыре основных сфер это все самое надежное основном до выхода на рынок но есть еще кое-что и об этом мы тоже немножко поговорим значит смотрите на этой базе я сделал наглядно потому что многие задают вопрос откуда дивиденды выплачиваются вот есть компания жить я она является генеральным подрядчиком всех возможных проектов которые она начинает генеральный подрядчик это дает и право участвовать во всех проекте один проект это строительные адресные проекты там пилотные проекты до 1000 1 до 10000 1 до 10000 1 и так и каждый проект дает доход и соответственно доход каждый проект кроме того дает еще доход это значит дает еще доход сеть от эксплуатации этих построенных объектов доход а вот он здесь дальше есть от платформы skyway global токен доход c или это уже прибыль прибыль а прибыль c и прибыль от я повторил извиняюсь один сон еще от каких-то других возможных проектов которых я немножко скажу ну например от аград с построили ограду пожалуйста дается прибыль от ее первично все построили отдали полностью и получили прибыль но мы ее не эксплуатируют понятно это проекты которые мы участвуем эксплуатации сначала построили дальше начинается эксплуатация поступает получили доход и плюс какая-то маленькая прибыль и дальше начинает поступать основная прибыль а от сети от этих транспортных сетей но есть объекты которые не остаются для того чтобы как бы их эксплуатировать тогда закладывается куда больше прибыль чем только от строительство или он юри как бы выполнение уже закладывается прибыль для gti и одноразовая прибыль ее получить она немножко и немножко иногда до 30 процентов выше чем при строительстве я уже говорил тоже плюс у нас это получает и gti получает различные партнеры и заказчики они что же получают от первого до 1000 первого для 10000 первого они тоже получают определенную часть поэтому это надо тоже понимать но что нам сегодня важно здесь для себя выяснить то что 20 процентов начать от того от всей прибыли которую насчитала gti после вот этих поступлений всех отсюда в основном отсюда до поступлений это идет дальше на распределение каким образом вот он вот она эта вся сумма это какая-то определенная сумма y теперь как рассчитывается дивиденд в данном случае это сумма которая составляет абсолютно сумма что является 20 процентов от прибыли б которая поступила сюда до накопилось здесь видите вот здесь накопилось и надо то это от этой суммы она делится на 2 279 миллиардов что это за сумму эта сумма о которой который является суммой всех привилитированных акций причем здесь важно понимать и то что значит и таким образом мы получаем сумму или скажем да сумма выплачиваем на одну акцию на одну акцию всего привилитированных акций разделили эту сумму на эту сумму получаем но мы можем дальше и должны это дальше умножить в случае с одним с евразии на рейтинге столбинг первых мы умножаем на количество акций привилегированных в этой компании и получаем сумму к для этой компании это является суммой доходов этой компании с евразии на рейтинге мы умножаем на количество акций которые имеется привилегированных в этой и естественно соответственно в 3 евразии на рейтинге с коллективом 3 таким образом мы получаем суммы соответствующие к к л и м вон с них снимаются издержки или расходы в этой компании в этой компании они абсолютно небольшие и это все эта сумма делится еще раз делится на такую же сумму на количество акций соответствующих соответствующей компании таким образом получается скажем сумма выплаты на одну акцию понятно да она рассчитывается таким образом и далее далее мы я привожу вам еще такой привел такой пример который дает хорошее понимание как бы ну чтобы как взвесить что такое какие должны быть доходы какой должен быть мог бы быть вот здесь вот этот игрек да и как 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 это может повлиять дальнейшем на одну на дивиденды на одну акцию выплата дивидендов на одну акцию это очень важный момент вот смотрите значит если предположим заказ выполнили его вот один из заказов здесь вот какой то здесь один до его выполнили и он был миллиардный заказ то есть объем заказа или договора или работ на 1 миллиард прибыль от проекта 10 процентов хорошая прибыль это 100 миллионов это доход джейте а она выполнила она заложила у нее там такой был как бы заказ и она заложила 10 процентов 100 миллионов доход джейте ай минус один процент расхода но уходит примерно это так палец пол потолок считает чтобы понимать просто мне для этого было важно не бой иногда полтора процента на на печи все зависит от бизнес-модели компании я взял такую скажем средину это 99 миллиона 900 тысяч остается если один процент от этого дня от прибыли по проекту да это прибыль gt ай это уже прибыль не доход а уже прибыль то есть вычтили из дохода вычитается расходы получается прибыль gt расчет на дивиденды привилегированных акционеров если только такая сумма будет придется это 20 процентов вот этой суммы это 19 миллионов девятьсот восемьдесят тысяч и это есть все это практически то что у нас пошло бы вот она здесь эта сумма нет эта сумма здесь вот она здесь сумма таким образом 19 миллионов девятьсот восемьдесят тысяч это ну такая очень небольшая сумма расчетно на одну акцию тогда придется ноль кома ноль 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 там миллионная доля всего доллара поэтому если например что это дальше а теперь предположим что с эксплуатацией трасс поступил тоже милео миллиард долларов это со строительства а это с эксплуатацией то доход gt так и есть один миллиард доллар расходы данном случае значительно меньше потому что не ведется никакой он не строить ничего получил это просто как доход от компаний которые эксплуатируют или стран сети транснет здесь значительно меньше расходы и остается для как прибыль остается девятьсот девяносто миллионов девятьсот девяносто миллион и это значит тогда на дивиденды уже сто девяносто восемь миллион Здесь 19 миллионов, здесь 198 миллионов. И приходится уже на порядок больше на одну акцию. Всего на акцию в данном случае, если это были два источника формирования прибыли, то всего на акцию придется 0,00078 или 0,008 80 тысячных долларов. Что это значит? Человек, имеющий в пакете 1 миллион акций, получит 780 долларов доходов. Это в таком вот случае. Тут надо еще иметь в виду то, что этот расчет сделан как бы на случай, когда уже у нас в обороте все акции. Но мы-то знаем, что здесь у нас все акции привилегированные акции. Но мы-то знаем, что до IPO у нас участвует 50% минус одна акция. Раз, два и три. Таким образом, здесь значительно, если это произойдет даже такая сумма, то ее можно, такой вот вариант поступления и накопления доходов, то это можно умножить на два. То есть будет чуть получше. Но, тем не менее, если надо умножить, то с миллиона акций будет 1560 долларов. Вот. Таким образом, вот, расчет ведется. Я надеюсь, что с этим вы здесь разобрались. Помещение будет платным. Да, Ирина, платным. Владимир, что-то можете рассказать про шестой ежегодный арабский саммит городов, будущее прошедшее. Ничего не могу рассказать вам. Мне просто некогда было с этим делом знакомиться. Я сейчас знакомился с тем, что будет происходить в Сингапуре с 21 по 26 октября. Там более важный будет, ну как, по крайней мере, понимание, где смарт-транспорт и различные транспортные системы и системы расчетов будущего. Там очень много участников, очень важный. Он тоже бывает нечасто. Вот. И тут у нас шла большая дискуссия с нашими одними партнерами. Поэтому не сильно не смог ознакомиться, друзья. Вы второй раз кто-то, или, может быть, вы Мариной задавали. Я специально постараюсь подготовиться и запомнить этот вопрос. Авансовых, авансовых. Нет. Вы понимаете, Людмила, что такое авансы и что такое, значит, дивиденды? Разные вещи. Посмотрите внимательно, что я вам показываю. Я вам показываю, что когда отсюда от проекта приходит, скажем, рассчитывается доход, когда доход или прибыль, тогда, когда проект закончен. Да, есть текущий доход, может быть, год, проект идет несколько лет, то в конкретном году, за конкретный период. Не так, что, знаете, онлайн-режиме поступило 100 долларов или 100 тысяч или 100 миллионов, и сразу же идет расчет дивидендов. Нет. Если это год, то обычно берется годовой период, и за этот год берется доход соответствующего проекта. Соответственно, рассчитывается прибыль и так далее. Или же, если берется, значит, доход с транспортных проектов действующих, то, естественно, каждая из транспортных компаний, эксплуатирующих конкретно какую-то построенную в таком же порядке сети, она дает свой отчет и говорит, что аудитор там декларирует, что распределение подлежит какая-то сумма прибыли какой-то компании, в какой-то сети, да, или конкретной транспортной компании. И тогда, в зависимости от того, сколько в этой компании, какова доля жития, она получает свою сумму отсюда. Не из конкретно, не только, не тогда, как произошел платеж там в течение года, не в течение года, а по году, а в течение года накапливается и только тогда это отсмотрится. Поэтому, естественно, от каждого адресного проекта, но в процессе его по результатам года дивиденды накапливаются, естественно, конечно, от каждого адресного проекта. Вот это адресный проект практически, это все адресный проект здесь. Пока они строятся, но надо понимать, что потом они переходят в сеть и оттуда тоже начинают накапливаться. Ибо стратегия GTI, скажем так, иметь в каждой эксплуатационной компании транспортной сети не менее 25%. Этим гарантируется поступление, стабильное поступление дивидендов, накопление дивидендов GTI в виде дохода и расчета прибыли здесь. Понятно, да? Из прибыли потом 20% уходит вот по этой цепочке, которая, говорю, отсюда найдет сверху, потихонечку вниз и распространяется во все наши компании, соответственно, переходит сюда к нам, к акционерам. Так, мало людей, у кого один лимон и выше доли, а вы все с одного миллиона считаете. Ну, Юрий, а как, значит, если мало, посчитайте меньше. Значит, если у вас 100 тысяч, ну разделите на 10. Я просто считаю от миллиона, чтобы было бы интереснее считать. Мало? Нет, ну не так уж и мало. Значит, если мы недавно делали обзор, это иллюзия, что мало. Начиналось там с маленького, но достаточно много у людей есть. Так, Юрий, вы... Да, правильно, Владислав, спасибо. Эти люди... Владислав, это у людей... Да, да. Ну, Юрий, значит, смотрите. Да, конечно, 14-15 годы, там есть очень мощные инвесторы, которые инвестируют до сих пор. Ведь, понимаете, к этому можно в портфеле инвестиции, можно по-разному проходить. Кто-то думал, что вот он положил быстро сумму какую-то, в 14-м году сидит и ждет. Мы об этом тоже сегодня немножко поговорим в конце. Потому что это такая тактика или стратегия, это оберение стратегии. И он думал, что он быстро тут сейчас или продаст, или перепродаст, пойдет опять в какой-то другой проект. Нет. Поймите правильно, что транспортный проект – это серьезный проект. Он требует определенной мощности инвестиций. И, естественно, выходы будут большие. Хорошие выходы будут. Но это займет какое-то время. Значит, и еще важно понять еще то, что, когда человек заходил, это одна стратегия. Одним пакетом один раз. Да, немного. Но я много людей знаю, в том числе я и сам. Я поставил себе задачу ежемесячно инвестировать. По мере возможности. И многие люди, причем многие люди построили свой бизнес. Я об этом неоднократно говорил в 17-18 году. Я просто это не повторяю сейчас здесь. Они построили бизнес свой предпринимательский на том, что они не брали то, что они в сети зарабатывали, бонусы свои. Они их опять-таки инвестировали и увеличивали, и наращивали свой пакет. И у них, извините меня, я вот ко мне подходил во Вьетнаме. Я просто хочу, он меня просто удивил. Понимаете, подошел человек, который начал свою инвестиционную деятельность в 2017 году. В 2017 году. Это два года назад. И он сказал, что он старается достичь 100 миллионов. 100 миллионов. Когда он ко мне подошел, говорит, он похвастался и показал мне. У меня сейчас 64 миллиона инвестиций. Я говорю, ну а как, сколько? Он говорит, ну я уже сам тоже достаточно, но я, говорит, хорошо. Я создал себе сеть. У меня десятки тысяч людей в сети. Понимаете? И за счет этого он получил прекрасные дивиденды. Извиняюсь, бонусы. И за счет этого он получил прекрасные возможности увеличить свой пакет. И это тоже бизнес. И сейчас еще будет больше возможности это сделать. Поэтому все зависит от человека, какая у него стратегия. Почему решили обучение партнеров сделать платным? Ну, извините меня, потому что это уже не партнеры, это будут агенты. Скорее всего, понимаете? Вот. И партнеров... А какая-то часть будет, естественно, бесплатной. Какая-то часть, которая будет касаться общих знаний для использования возможностей платформы и так далее. Дальше будет очень профессиональное обучение. Потому что мы, скажем так, дальше не можем идти развиваться, если мы будем топтаться и, ну, как бы, толдычить одно и то же и не получать инвестиций. Профессионалы должны все больше и больше входить в этот бизнес. В прошлом году дарили дисконт 600, я выпросил себе и теперь очень просто, больше миллионов. Ну, да, как вариант, конечно. Это был хороший, потому что... Что такое 600 дисконт, друзья? Он же не с неба упал. Я прекрасно помню этот период. Это конец 2015 года. Значит, Capital только-только... Он только начинал свою деятельность. Но в целом группа компаний Skyway. И поэтому GTI, в первую очередь Анатолий Дорожевич Миницкий, это назывался пакет, значит, лояльности. Он сказал, вот сколько будет, столько будет и пакет. Потому что это люди, которые поддержали этот проект. И вот есть возможность инвестировать. Да, это была хорошая возможность. Вот. Дальше был еще сделан подарок. Так что тут возможности есть. Но об этом не только на этом делается. Я же вам сказал, что человек, который вошел в 2017 году, там такого пакета не было. Там пакеты были совсем другие, друзья. Поэтому не от пакета, а от интенсивности или профессионализма работы со своей сетью, со своими партнерами. Это зависит. А иначе что такое? Да, конечно, это тоже человек-партнер, который завел свой, как бы, сделал партнерский договор. И одного-двух человек заинвестировал. Ну а дальше что? Поэтому надо провести ревизию в своей деятельности, ревизию в пакете и от этого танцевать. Вот. И, скажем так, сегодня я могу вам сказать, что анализ, который сейчас завершается скоро, да, он показывает, что в целом в сети 40, почти 40% активных и, скажем, работающих со своим портфелем людей. 60% достаточно пассивных партнеров, сделавших одну-две инвестиции. И все. Понимаете? Плечом. А это значит, что сам не инвестирует и не работает с людьми. Не можешь сам инвестировать. Привлекай людей. И, пожалуйста, это заработок. И очень хорошая возможность. Так, вопрос есть хороший, Павел, спасибо. Кто будет объявлять о выплате дивидендов? Каким способом это кто-то будет обещать? Компания. Компания Евразия Нарелсковый Системс Холдинг. В зависимости от того, какая из этих компаний будет. Она будет объявлять свой отчет. Тем более, этого требовать будет, значит, до того, пока не будем на IPO, будет делаться, как бы, через личный кабинет и через интернет, через сайт Skyway Capital. А дальше, при выходе на IPO, этого требует, значит, регистр, и регистр будет давать эти, через регистр будет даваться эта информация. Она будет биржевой информацией. И это очень там своя процедура есть. Кто будет обещать держатели доли? Не держатели доли, а тогда будут уже акционеры, друзья. Кроме строительства и продации транспортной системы, еще какая-нибудь прибыль будет до компаний? Скажи, Юрий, значит, да, конечно. Смотрите, значит, я же вам тут где-то уже говорил. Или не говорил еще? Нет, еще не говорил. Пока не говорил, сейчас немножко расскажу. Значит, обобщение вот того, что я вам все рассказал здесь, смотрите, да. Значит, следующее. Какое обобщение можно сделать? Тут их можно больше сделать, но вот я сделал. Выгодно стремиться к созданию сети Transnet и получать доходы от эксплуатации транспорта. Раз. Раз. Второе. Минимально строить самим, а управлять процессом подрядных работ. Потому что выгоднее эксплуатировать, чем строить. Но сначала нужно построить. Это палка двух концов. И тут надо именно привлекать подрядные работы. Опять-таки. То есть это такой замкнутый крут, который надо крутить постоянно. Но его надо делать. Иначе не будет вот этой эксплуатации. Вот. До IPO в резерве остается как минимум 50% плюс 3 акции. Расчет дивидендов, естественно, может быть, ну, как бы, более, ну, скажем так, выгодный, что ли. Дальше. Но, пардон, но как только будет выход туда, то будет больше акционеров. То есть все акции выйдут в оборот. Но, естественно, будет и объем поступлений больше. Так что это такой процесс, ну, скажем так, сюда-туда, для расчета, понимания всего процесса. Акционерам и партнерам нужно обучение по развитию и подготовке. Об этом уже говорил. И сегодня становится важным привлечение крупных инвестиций от 10 тысяч до 500 тысяч долларов. Это юридические лица. Работа с юридическими лицами становится очень актуальной. И здесь еще я обращу ваше внимание, что есть у нас такая маленькая, значит, вот это еще ответвление. Видите, Евразия, Неверская, естественно, полный к 1, 2, 3. Но есть еще РЦГ. Она не вся 2%. Здесь 2% всего, так? Соответственно, от того, что здесь. Но это процесс. И здесь очень интересный процесс, интересные возможности. Сейчас готовятся новые пакеты. Здесь и об этом мы еще будем с вами говорить. Поэтому дальше. Есть проекты. Взлетно-посадочную полосу предлагается выполнять в виде предварительно напряженной, монолитно-железобетонной плиты, зажатой по концам. Это исключается при этом необходимость температурных швар. Кто специалист знает, что это такое, повышается ровность, прочность и долговечность покрытия взлетно-посадочной полосы. Это большие проблемы и большие затраты идут сейчас в аэропортах на это. Но это наш продукт, который мы предлагаем. Вот один возможный продукт с этих проектов. Это такие проекты, которые мы не будем в эксплуатации участвовать. Раз построили, получили разовую прибыль, получили какой-то бонус и все, вышли из проекта. Это интеллектуальная награда. Точно так же есть технология, но выводить пока это на рынок некому. Понимаете? Компания, что ее, какой фокус? Ее фокус на выводе основной технологии. А это и есть продукты. Когда они войдут, они возникли в процессе освоения эко-технопарка, в процессе наших инвестиций. И это все идет в полном разгоне. Все эти проекты, поступления от них будут туда идти. Правильно. Они будут идти вот сюда. Вот в эту. В первую очередь они будут наполнять вот этот ящик. И соответственно, затем из этого ящика будут высчитываться, делиться на это. И распределяться сюда. Но это не каждый день, не каждую неделю, не каждый месяц, а по результатам года. Повторяю, по результатам года. В последствии, когда функционировать система будет уже, ну как бы стабильно или отработаны будут все процессы, весь ноу-хау, все программное обеспечение, все средства будут работать, то вполне реально возможно, что, например, Skyway Global Token платформа будет осуществлять по квартально. А почему бы и не помещено. Если вы внимательно почитаете, когда будет такая возможность White Paper, то эта система дает возможность, она убирает массу бухгалтерских бумаг, если не сказать, что все, и позволяет четко, правильно, без всяких передергиваний, открыто, прозрачно рассчитывать ежемесячно. Да, это тоже будет возможно. Но для этого нужно иметь объемы работы. Вот, теперь дальше. Линейное эко-поселение и фермерские хозяйства, агрополис. Это мощнейший срез, который тоже можно и нужно будет, и станут привлекать в эти, как бы, ну, давать доход. Так, вопрос, кроме строительства трансферующей академии привлекательства, конечно, будут. И я же сказал, кроме строительства, еще сама блокчейн-платформа, это мощнейший источник дохода. Это, как бы, на какой-то периоде, может быть, больше дохода будет давать, чем само строительство на разгоне именно. Так, а УСКВейкапитал, какой юридический статус? ООО, ЗАОО, ЕВПЛ. Практически, если взять на российские варианты. Общество ограничено ответственностью. Да. Есть ли устав? Конечно, есть. Так, скажите, ведется ли строительство трассы? Ну-ка, естественно, ведется. Само строительство пока еще нет, но что считать строительством? Если вы считаете строительством то, что в землю убили лопату или бульдозер начал работать, да, это пока еще не делается. Но вся проектная документация уже готовится. Продажа ограждений. В принципе, Ирина, значит, о партнерах, чтобы продвигать продажу ограждений. Ну, если у вас есть, скажем, есть интерес, обращайтесь, можно на эту тему говорить. Потому что сейчас готовится возможность, может быть, мы тут найдем решение, как продвигать эти проекты. Если просто так, например, вы завтра постучитесь в головную зал струнной технологии, там просто некому этим заниматься, понимаете. Там есть, если еще есть, я даже не знаю по состоянию на сегодняшний день, есть ли человек, тот же человек там, который, ну, как бы, был, администрировал этот проект и обладал наибольшим, как бы, знаниями и возможностями проконсультировать. Потому что мы с ним работали больше года, полтора года назад. Не знаю, на сегодняшний день это состояние. Но документация, все это есть, технология записана. Так что работать можно. Если у вас такой интерес есть, есть проект. Потому что мы даже пробовали один проект подготовить, посчитали вместе с ним, значит, сколько будет стоить. Я это говорил, но повторюсь, потому что не все, может быть, слышали, посчитали, Эстония, политики вздумали и пробили в государстве, значит, на уровне, правительственном уровне пробили необходимость строительства забора по границе между Россией и Эстонией. Вот, ну, там почти, почти 100 километров всего, всего ее получилось, там чуть даже больше. Потому что большую часть занимает Чудское озеро. Ну, вот, вот там никак эту границу не поставить. Но по земле и по всем возможностям там было почти 100 километров. Но до сих пор нету госпоставки на это дело. Но мы делали прикидку и в сравнении с тем, что предполагалось поставить забор, однослойный забор первоначально, вариант с, значит, интеллектуальной оградой по технологии Skyway, причем двуслойный, она была в пять раз дешевле и там в разы надежнее. Она позволяла очень оперативно реагировать и так далее. И уменьшала значительно персонал, обслуживающий эту, ну, как бы, надежность этой ограды. Но это отдельная история. Так что, если есть у вас какой-то интерес, обращайтесь. Можно будет попробовать. Открытие ЕРС планируется? Нет, вы знаете, пока не планируется, потому есть был сделан такой значительный запас для Евразии, для Skyway Systems Founding 3. Вы видели, да, он там с таким значительным запасом. Вот, и я так думаю, что этого вполне хватит для завершения 15 этапов. Вот, ведь это же основное дело для этого. И начнут продавать токены. Когда же запустят блокчейн-платформу? Блокчейн-платформа запущена, Людмила. Вот, токены продавать. Почитайте, значит, white paper, белую бумагу. Я в моем понимании, как я для себя это дело выяснил, может быть, я немножко ошибаюсь, но думаю, что нет. Значит, будут так называемые пробные, в дальнейшем, один раз уже продавали токен, условно говоря, да, еще до запуска, такого более активного запуска платформы. Она запущена уже. Вот, по 2000 токенов была возможность приобрести. Еще будут пробные, как бы, размещения нулевые, назовем это нулевыми или преднулевыми окнами. Вот, и основное размещение начнется с первого, после первого июля 2020 года. Там четко написано. И там тоже не сразу, а по 4%, там в объеме 4% можно будет участвовать в этом нам. И отдельные условия будут для токенов за деньги. Так, когда же, ну так, Дмитрий. Владимир, получается, что в каждой ERSS будет разная цена DV? Нет, не будет. Вы что, считать не умеете за одну акцию? Но у нас не написано, в какой он, нет. А, у них у всех одинаково. Еще раз повторяю, Дмитрий, смотрите. Значит, что мы здесь получаем с вами? Делим вот эту сумму, которая вставляет профит, да? Делим эту сумму, вот она, эта сумма, делим ее на количество акций. Так, мы получаем стоимость, так называемые дивиденды на одну акцию. У этой компании сколько акций? Столько. Далее, все равно проходит, и на дивиденды, это же сумма, но за вычет там только небольшой расход внутри КОС или издержки одни, издержки вторые. Все, они очень маленькие, они прочти, я просто для того, чтобы, ну для формальности их выверг, их могло здесь не быть, я вот эти ящики мог отсюда выкинуть, понимаете? И тогда это значит, что практически сюда поступает сумма, та же самая сумма, но увеличенная здесь на одну акцию, умноженная на эту сумму. Понятно? Делим всю сумму, которая, ну полагается, реформируется вот двадцатью процентами от прибыли Б, да? От прибыли Б. То есть, вот то, что здесь накопилось. Так, прибыль Б, которая вот отовсюду, отовсюду, вот она накопилась сюда, она отовсюду, отовсюду набежала сюда. Вот. И дальше, она и является основой. Разница может быть только в том, что здесь, например, там на тысячу долларов было больше, здесь было меньше. Вот только, ну это, скажем так, статистически это вообще незаметная сумма при таком количестве акций. Понятно, да? Так что практически везде одинаково. А у вас есть, и это же неправильно, вы тут говорите, что вы не знаете в каком, абсолютно есть. Если вы откроете, те у кого, ну те, кто серьезно инвестирует, у всех есть разбито. Если вы посмотрите, сертификат одного ERSS, второго и третьего. По крайней мере, у меня так есть. У меня сейчас здесь нету возможности, но в прошлый раз я вам показывал. У меня там был ERSS Holden первый, но у меня есть и второй, и есть третий. И те, и те, и те. Так что не совсем так. Спасибо, Дмитрий, вы уже сказали, я тут все разглагодствую. Вот за деньги я и спрашиваю продажи токенов за 10 центов. Не понял ваши вопросы. Так, что еще у нас сегодня было бы важно с вами обсудить, потому что в дальнейшем я готовлюсь сейчас с вами выходить на, скажем, на то, что платформа нам дает. А вот, значит, тут уже и все. Какие возможности нам будет давать платформа, и немножко поразбираемся с этим делом. Вот. Я просто не успел к сегодня, я хотел небольшой блок дать на 10 минут. Но вот видите, времени еще осталось 7 минут у нас. Я хочу еще поговорить на тему того, что, дорогие друзья, пожалуйста, проведите ревизию. Значит, что вы хотите, как хотите и какая ваша стратегия. Я не устану повторять с методичностью человека, который зануда, в хорошем или в хорошем смысле этого слова, значит, что мы вошли в бизнес, если вы вошли. Я лично вошел в этот бизнес. Вот. Я многих людей знаю, которые вошли в этот бизнес. И это наше предприятие, это наша группа компаний. Не в том понимании, что это я теперь могу зайти туда делать, что хочу. Нет, мой бизнес, я в него вошел, я делаю от себя все возможное, или я играю в этой команде, и я делаю все свое возможное, привлекаю все свои способности для того, чтобы мяч был забит, гол был забит в ворота. Понимаете? Мы играем командой. И об этом мы тоже говорили, и мы к этому еще вернемся. Потому что отдельно готовится все, но все в свое время, понимаете? Не все сразу, как говорится, Москва не разом строилась. Поэтому, дорогие друзья, еще раз я вас прошу разобраться. Информация будет подаваться порциями по мере того, как будет проработано. Чтобы не так, что вот мы вышли и сказали, а потом начинаем разъяснять полгода чего-то. Поэтому, как только будет подготовлено, все будет доложено. Поэтому обучение, это я могу сегодня сказать, первое. Второе. Буквально вот не займет много времени, я думаю так, что в октябре мы уже получим информацию о том, как будет осуществлен первый выпуск от 75 плюс и выше. Люди получат какую-то возможность, значит, кто устал или кто в чем-то, скажем, достаточно выгодно смогут уже отвязаться от этих акций, кто захочет, и забыть про них. Или сидеть и потом облизываться рядом, а чего это я вдруг взял и продал, понимаете? Такое очень часто бывает. Тем более с транспортными проектами. Надо очень четко понимать, что самые выгодные это проекты, связанные с транспортом. Ибо это жизненно необходимая сфера деятельности, без которой ничего не происходит. И поэтому очень важно терпеливо, нормально в этом процессе соображать, идти дальше, принимать решения. Тем более, что нам надо понимать, что предстоящие 10-20 лет будут, с одной стороны, значит, самым важным товаром будет не дом, не трасса, не дорога, а система, которая позволит это использовать. Вот мы предлагаем через правильное решение, технологию, которую придумал и внедряет Анатолий Дурович Юницкий, через это создается система. И вот она будет самой эффективной. Она является базой будущих доходов, капитализации того материального, что является как бы элементами этого кластерной системы. Это грозди мощной. Грозди будет давать основной доход, а не ягода. Каждая отдельная ягода этой грозди, понятно, да? Вот такое отличие в ближайших 10-20 лет. Но об этом еще несколько подробнее, потом позже. Время наше истекает. Вот я благодарю вас за внимание, что вы нашли время. Вот. Если что-то осталось непонятно, вернитесь к тезисам. Может быть там что-то как бы поймете. Если все равно непонятно, задавайте вопросы. Так, тут есть еще вопросы, но я чувствую, что... Ага. Так, Олег Леймер за блокчейн-платформу есть кнопка «Купить токены». Но пока нет. Да, конечно, не активно. Когда откроют покупку токена. Но об этом будет говориться, Олег, дополнительно. И как условия будут выяснены. Потому что сейчас ведутся расчеты со специалистами и так далее. Там же тоже не все так просто. Там надо очень четко высчитать стратегию предразмерения нулемых окон. Она не такая простая, как она кажется. А сколько у нас инвесторов 75-75+, ну достаточно много. У нас их порядка двух тысяч, условно говоря. Но с разными пакетами. Самый маленький пакет 15 долларов. Самый маленький пакет 15 долларов. И как вы думаете, какой... Инвестиции я имею в виду. И какой, как вы думаете, какой самый большой? 150 тысяч долларов. Потому что люди пожилые, у них разные ожидания. Вот. И поэтому был такой вот, как бы, от них больше поступает, как бы, запросов. Вот. Поэтому начинаем отсюда. Он же сказал, на предыдущем выбирании 10-50 человек. Ну да. От их всего имеется в виду. Это 90 плюс. Плюс тоже, друзья. Это мы всех посмотрели. Скажем, есть у нас самый, как бы, взрослый инвестор на 103 года ему. И он еще инвестирует ежемесячно причем. Да, отлично. Как же те инвесторы? Так и вошли, Людмила. В 2014 вошли, значит, ты нормально. Это 2014 год. Но вопрос в том, что им что, не будет у меня, конечно, будут. Кто пожелает, Людмила. Но если им за 75 было на момент инвестиций. 75 плюс. Так, дорогие друзья, ровно час мы с вами проработали. Благодарю вас за внимание. Желаю вам быть активными, конструктивными, созидательными. Доброго здравия вам, вашим близким. Берегите себя в первую очередь. Тогда вы будете способны беречь и других. Ровно как и любить. Строй сковей, спасай планету. Всем всего доброго. До новых встреч. Следующая наша встреча будет 10 октября. Потому что это было, скажем, я восстановил сегодняшний вебинар. И восстановил как бы логику.